Уважаемые учащиеся, мы сегодня начинаем наше новое занятие. И начинаю я его необычно, не показываю презентацию, а показываю текст программы. Но написано на Паскале, потому что мне сейчас нужен именно язык такой типа Паскаля, в котором есть определенные типы данных. Вот сейчас я этот текст, кто знает Паскаль, тот его узнал, кто не знает, поясняю. Но в принципе, кто знает другой любой язык программирования, прочитать этот текст легко может. Здесь находится факториал числа. То есть вводится с клавиатуры число целое и дальше считается факториал этого числа. Факториал это произведение n подряд идущих чисел, быстро растущая функция. Вот, например, что такое 3 факториала? Это 1 умножить на 2 умножить на 3, это 6. Что такое 4 факториала? Это 6 умноженное на 4, 24. 5 факториала – это уже 120. То есть функции начинают очень быстро расти. Давайте посмотрим, что у нас получается. Сейчас я начинаю запускать нашу программу с разными значениями n. Вот сейчас я n ввожу равное 5. Мы только что с вами посчитали факториал 5. Вот у нас получилось 120. То есть мы правильно сосчитали. Можем себя похвалить. Добавляем. Ну, добавим, например, сделаем 8. Мы видим, что у нас число получается большое. Давайте немножко сбавим. Добавим, получим 7. У нас получилось такое число. 8 число было больше. Теперь давайте еще посчитаем. При 10 посчитаем. Вот у нас получилось такое значение. Уже 3 628 800 получилось. Давайте еще добавим. Сделаем 12. Вот получилось такое число. Больше, чем то число. Еще добавим. 14. Еще добавим. 16. Еще добавим. 18. Ну, я вот просто по 2 добавляю. И вот получили какой-то ужас смертельный. Да? Мы умножали с вами положительные числа, а получили отрицательное число. Какой-то вот когнитивный диссонанс возникает от этого. Ну, давайте сбавим. У нас было 18. Сделаем 17 входной параметры. Тоже отрицательное число. Хорошо. Пошли назад. 16. Запомнили это число. У нас получилось с вами 2 миллиарда 4 миллиона 189 тысяч 184. Еще сбавим. Делаем 15. Вот. Что здесь у нас получилось? 2 миллиарда. Ну, и так далее. В общем, число меньше, чем предыдущее. В чем же вообще-то вот загадка того, что у нас, напоминаем, там где-то у нас на этой этапе. Ну, 20 точно получится что-то не то. Отрицательное значение. Давайте еще возьмем 22. Тоже отрицательное значение. Ну, давайте возьмем 25. А значение стало хоть и большое, но положительное. С чего бы это вдруг? Вот сегодня наша цель разгадать эту загадку. А загадка кроется в представлении чисел. То есть мы с вами обычно на уроках очень часто говорят о представлении текстовой информации, графической, звуковой информации. Ну, а вообще-то компьютер-то создавался изначально для того, чтобы считать. То есть уж о чем-очем люди, которые создают компьютеры, о представлении чисел-то точно позаботились. Что мы знаем? Мы знаем, что все, что находится в памяти компьютера и обрабатывается, находится в закодированном виде. Этот код, за редким исключением, двоичный код. То есть есть просто компьютеры, есть алгоритмы, которые пытаются прийти в другое внутреннее представление. Например, известна троичная взвешенная система, в которой представляется внутренняя информация в компьютере. Но в основном в компьютерах информация, данные программы представлены в двоичном коде. Когда мы просто представим себе, что возьмем кусок памяти, и вот его расшифруем, увидим вот эти коды, и по этому внешнему виду, если нам не скажут, что там закодировано, мы расшифровать это не сможем. Потому что у каждого типа информации, с которым может работать компьютер, свои законы кодировки. Ну и у чисел, соответственно, они должны быть тоже свои. Сегодня мы говорим с вами и о целых числах, и о вещественных числах. Что для этого нужно актуализировать в своей голове? Что вспомнить нужно обязательно? Ну, во-первых, алгоритм перевода целых чисел в двоичную систему исчисления, алгоритм перевода двоичных чисел в десятичную систему исчисления, алгоритм перевода двоичных чисел в шестнадцатеричную систему, алгоритм, ну то есть значение цифр шестнадцатеричной системы исчисления, и правила двоичной арифметики нам понадобятся. Но я буду это использовать, поэтому если кто-то забыл, то я напомню. Принципы кодирования целых чисел. Для хранения целых чисел используются ячейки, машинные слова разной длины. От чего это зависит? Это зависит от архитектуры компьютера. Дело в том, что в компьютере есть процессор, в процессоре есть собственная память, которая называется регистр процессора. И вот каков регистр процессора, он по сути дела и определяет машинное слово. Есть возможность представить в половине машинного слова целое значение, в целом машинном слове или в двойном машинном слове представить целое значение. То есть это определяется архитектурой компьютера. Вы, если программируете на языке C, вы вынуждены поработать с типами данных, то есть определить типы данных. Если вы программируете что-то по скале, тем более это типизированный язык. Вот в питоне мы тоже определяем типы данных, но вот это для целых чисел не так актуально. Вот. Что у нас получается? В любом случае для хранения чисел в памяти отводится определенное количество разрядов в совокупности представляющих из себя K-разрядную сетку. То есть количество битов определяется вот этим значением K. Вот я сейчас подумала, что то, что я сказала, что не так важно для питона. Для питона, наверное, это даже может быть более важно, потому что не так будет открыто. Вот эта ошибка, которую вот сейчас мы увидели с вами в программе по скале, вы ее не увидите в питоне, а она на самом деле есть. Вот питон будет точно так же неправильно считать, но правда он неправильно считал бы, если бы там не был сделан автоматический переход в длинную арифметику. Вы просто вот такую ситуацию в питоне получить невозможно. Но типы данных тоже есть, и способы представления информации, целочисленной в памяти, с такими же особенностями, которые мы сегодня рассматриваем, они тоже там есть. Все целые числа могут быть представлены в двух форматах. Целые числа без знака, то есть только положительные числа, и целые числа со знаком, то есть могут быть положительные, могут быть отрицательные числа. Для простоты мы будем рассматривать 16-разрядное представление числа, хотя на самом деле сейчас, скорее всего, будет использоваться 4-байтное, то есть 32-разрядное число. Вот мы возьмем для простоты, чтобы не слишком много ноликов писать, 16-разрядный формат. То есть это двухбайтовый формат значения. В Pascal, который не ABC net, а там Free Pascal, то там вот как раз это стандартное представление целого значения. В Pascal ABC уже 4-байтное представление. Ну вот, зафиксировали двухбайтное исключительно потому, что нам не хочется писать очень много разрядов заполнять. Мы же руками это будем делать. В двухбайтовом формате чисел без знака числа находятся вот в таком диапазоне. То есть мы можем все два байта заполнить ноликами, и самое большое, что мы можем сделать, все вот эти два байта заполнить единичками. Таким образом, представление этих чисел в десятичной системе исчисления диапазон будет вот такое, от 0 до 2 в 16 минус единичка. Или если мы до числа доведем степень двойки, то у нас получается такой диапазон. Вот, например, мы берем значение 72, переводим его в двоичную систему исчисления любым способом. Ну, например, с помощью калькулятора или разложения на степени двойки, то вот мы в этой ситуации получаем вот наше число 1, 0, 0, да, ну и все остальное, да. Вот, что у нас получилось? Вот наше число, переведенное в двоичную систему исчисления, сейчас его курсором выделяем. А у нас заполнены не все разряды, правило компьютерное совершенно железное. То, что мы не заполнили, то обязательно заполнит какой-нибудь процесс, и мы не будем знать об этом. Поэтому мы с вами совершенно точно должны все старшие разрядики заполнить нулями. Обратите внимание, здесь у нас разряды все пронумерованы, их 16. Правило нумерования в компьютере всегда нумеруем от нуля, поэтому старший бит у нас имеет номер 15. Вот таким образом мы беззнаково представили число 72. Целые числа со знаков. Если у нас однобайтовый формат, они будут находиться вот в такой диапазоне. В двубайтовом формате они будут находиться вот в таком диапазоне. Четырехбайтовым вот в таком диапазоне. Общий вид формулы мы можем с вами сейчас назвать. Минус 2 в степени n минус 1 до 2 в степени n минус 1. Это диапазон, который мы можем просчитать, если знаем количество разрядов, которые есть в той ячейке, в которой хранится наше целое число. Как представляются целые числа со знаком, есть целый алгоритм, который нужно запомнить. Положительное число у нас представлено прямым двоичным кодом. В этом алгоритме всего два пункта. Переводим число в двоичную систему счисления. Добавляем незначащие нули до полного заполнения ячейки памяти. И все. То есть точно так же, как мы с вами действовали, когда переводили число в беззнаковом варианте. А вот если у нас число отрицательное, то пунктов алгоритмы станет больше. Первый пункт. Получаем прямой двоичный код. Значит, вот это два пункта, которые в прошлом алгоритме мы с вами рассматривали. Дальше получаем инвертированный обратный код. И затем мы получаем дополнительный код, добавляя к инвертированному единичку. Ну, сейчас на примере будет понятнее. Почему это так получается? То есть большинство компьютеров операции вычитания не используется. То есть компьютер не выполняет вычитание. А компьютер выполняет сложение с отрицательным значением. Что это дает разработчикам электронных устройств? Это существенно упрощает конструкцию арифметикологического устройства. А в инженерии есть такой закон. Чем проще устроена система, тем она надежнее. Нам нужно, чтобы компьютер работал надежнее. Ну, и это приятный такой момент. Позаботились об этом. То, что за нас выполняют не вычитание, а преобразуют его в сложение с отрицательным числом. Нас это вообще не волнует. Нисколько мы же с клавиатуры ведем выражение так, как мы его привыкли видеть. А вот второй момент очень сильно нас напрягает. Если в результате преобразования чисел и выполнения арифметических действий над ними происходит выход за разрядную сетку, то возникает ошибка машинное переполнение целых чисел, которые не приводят к остановке работы процессора. Это означает, что нас никто не предупредит, что такая ошибка была. Программа благополучно начнет работать дальше. И эту ошибку мы за собой потянем. Ну, и, собственно говоря, она будет приводить, например, к таким негативным последствиям, которые мы с вами только что видели. Когда мы с вами вообще могли не поверить своим глазам. То есть мы умножали положительные числа, и вдруг на каком-то этапе получили отрицательное число. Потом вдруг снова положительное, но оно меньше, чем то, которое было положительным до отрицательного числа. То есть мы просто перемножали числа, которые идут подряд. Нас никто не предупредил, что эта ошибка возникла, но дальше просто программа начала работать не... Точнее, она работает так, как может работать, но результат она выдает неверный с точки зрения математики. Это очень плохая ситуация. Ну, а теперь давайте будем наши... Попрактикуемся, станет понятнее. Все эти алгоритмы становятся понятнее тогда, когда мы начинаем их использовать в практике. Это известное правило. Поэтому мы сейчас просто попрактикуемся и выполним вот эти задания. Итак, представить число 21 в однобайтовой разрядной сетке. Ну, вот число у нас 21. Я напоминаю, как, например, можно число быстро перевести в двоичную систему счисления. Надо просто его разложить на степени двойки. Вот в 21 у нас есть 16 и еще 5. Опять это у нас известно 4 плюс 1. Да? Вот я получила степени двойки. Сейчас вот я прямо запишу их даже. Вот. И дальше я делаю следующий шаг очень быстро. Любое число, которое является степенью своего основания, выглядит как единичка. И столько нолей, какова степень основания. В любой системе счисления. Следовательно, это будет. Ну, не в любой системе, а в своей системе счисления. Вот такое значение, по сути дела. Плюс единичка и два нуля. Плюс единичка. И ничего больше, потому что 2 в нулевой степени это единица. Ну, а если это все сложить, у нас получается единичка. Вот так вот, да? Ничего не перепутано. Можно было на самом деле гораздо проще сделать. То есть, я вот получила единичку и четыре нуля. Можно было поставить четыре точки. Здесь единичка и два нуля. Здесь единичка. А все, что осталось пустым, мы могли заполнить нулями. Но в любом случае, мы с вами получили двоичное представление числа 21. Но нам надо не это. Нам надо с вами представить это число в однобайтовом представлении. Вот мы заполнили с вами пять разряда. Один байт – это восемь разряда. Поэтому мы честно дополняем все это нулями в старших разрядах. Ну, поскольку с таким числом, в котором много нулей и единиц, очень удобно работать, его даже прочитать сложно. Обычно программисты упаковывают это число в шестнадцатеричном представлении. Вот поэтому я и говорила, что вот это нам сегодня будет актуально. Один – это один в шестнадцатеричном представлении. Вот это значение – пять. Так выглядит в шестнадцатеричном представлении. Так, в упакованном виде наше число выглядит вот так. То есть, в ячейке памяти, прямо в памяти компьютера, это число будет лежать в таком виде. Эту точку условно поставила, чтобы удобно было считать. Конечно, у нас витики в памяти идут просто подряд. Вот такое легкое задание. Здесь, в принципе, ничего сложного не было. Вот. Так, теперь представим число 21 и минус 21 двубайтовой разрядной сетки. Ну, 21, если у нас появилось отрицательное значение, значит, у нас не просто двубайтовая разрядная сетка, а еще и двубайтовая разрядная сетка знаковая. Ну, мы сейчас 21 представим очень просто, потому что мы, в принципе, почти эту работу сделали на прошлом слайде. Так. Я просто переписываю то, что там было, пока мне это даже видно. Мы заполнили один байт. Следовательно, надо запомнить просто еще один байт, честно, нулями. Вот. Положительное число так будет выглядеть. Если его упаковать в 16-ти речную систему счисления, это будет у нас 0, 0, 1 и 5. В 16-ти речном виде. А вот с отрицательным числом надо немножко повозиться. Вспоминаем наш алгоритм для отрицательного числа. Сначала мы получаем прямой двоичный код. Вот мы его получили уже. Я просто его переписываю. Я его переписала. Вторым пунктом инвертировать этот код. То есть нолики заменяем на единички, единички на нолики. Это инвертированный код. И последним пунктом мы должны получать, получить дополнительный код. Прибавляя к инвертированному единичку. Все должно сделать вот так. Это все делается, естественно, в двоичной системе счисления. Упаковываем. Вот в памяти компьютера будет лежать вот так. Упаковываем это. Вот это у нас цифра F. Эта цифра F. Эта цифра у нас E. Эта цифра у нас A. То есть в упакованном виде. Так, чтобы программисту было удобно работать с числом. Если ему нужно машинное представление, он бы его упаковал вот таким образом. А, ну, вопрос, когда программисту вообще это может понадобиться? Ну, это понадобится прежде всего тому программисту, который будет ориентирован на саму технику. То есть он программирует устройства, он программирует электронику. Вообще-то это программисты с голубой кровью. Это очень высококвалифицированные программисты. И называют их системные программисты. Вот для них вот это очень актуально. А вообще знать об особенностях представления чисел в той или иной архитектуре компьютера, это вообще-то то, что нужно любому программисту. Ну, чтобы хотя бы, например, не допустить той ситуации, которую я вам в начале нашего занятия показывала. Теперь обратное задание. А, ну да, давайте еще некоторые выводы все-таки сделаем. Да, вот смотрите, у нас отрицательное значение. И первое, что мы с вами видим, что оно чем серьезно отличается? Отличается оно вот этим. Вот если у нас вот здесь находится значение единичка, значит, мы можем во внутреннем представлении, в машинном представлении, то мы можем сказать, что перед нами отрицательное значение. Ну, либо в 16-ричной системе числений, если мы будем рассуждать, то это какие будут числа у нас? От 8 до 15. Да? Вот. То есть у нас получается вот такая вещь. Если мы увидим такие значения, то мы можем сказать, что перед нами отрицательное число. Вот это нам сейчас понадобится, и когда мы будем выполнять следующее задание. Вот мы хотим сейчас найти сжатую 16-ричную форму внутреннего представления 2-байтового машинного слоя для целого отрицательного значения. Ну, давайте я просто быстро это проделаю. На примере числа 334 число у нас побольше. Я не буду сейчас долго переводить это с помощью разложения на степени, поскольку есть возможность воспользоваться калькулятором. Мы им воспользуемся. Программистским, естественно, калькулятором пользуемся. Итак, 334. Мы перевели модуль этого нашего числа в двоичную систему исчисления. Так, калькулятор покажись. У нас получается 1. Так, единичка, четверочка. Попробуем это не десяточка. Вот. Мы получили такое значение. Но здесь у нас до 16 разрядов нам не хватает значения, поэтому честно слева дополняем все это нулями. Аккуратненько переписываем уже в 16 разряда. Байт и еще один байт. Это первый пункт нашего алгоритма. Мы получили прямой двоичный код, то есть мы перевели модуль нашего числа в двоичную систему исчисления. Следующим пунктом мы инвертируем наш код. Единички превращаем в нолики, а нолики наоборот в единички. Ну и последнее действие, вот это у нас инвертированный код. Мы прибавляем единичку к нашему значению. То есть и получаем, делаем, делаем плюс один. Получаем значение 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1 и еще 4 единицы. И упаковываем. Это у нас е, это у нас 7, это у нас 6. Упакованное видео у нас число будет выглядеть так. Вот мы провели такое действие. Следующее задание наоборот. Мы должны по сжатой 16-ричной форме внутреннего представления в двухбайтовом машинном слове определить и соответствующее десятичное число. Вот, соответствующее десятичное число. Давайте сразу выберем, что у нас компьютер работает только с целыми отрицательными положительными числами, потому что если компьютер работает только с положительными числами, нам останется наше число, всего лишь наше число перевести в десятичную систему числений. Мы это можем сделать с помощью калькулятора. Сейчас мы его быстро сделаем. То есть мы хотим вот это число F, E, C, C, как у нас 16-ричный вид, перевести в десятичную систему числений. Итак, F, E, C, C у нас получается 65, 288. Итак, ответ на этот вопрос на первый 65, 288. На первый вопрос ответ 65, 288. А вот если у нас число работает и с положительными, и с отрицательными числами, то нам уже надо посчитать, что у нас здесь получается в результате. Ну, давайте посчитаем аккуратно. Во-первых, мы видим с вами, что число у нас отрицательное. Поэтому что мы должны? Перевести вот это число в двоичную систему числений. Вот я это делаю легко, потому что я знаю значение 16-ричных цифр в двоичном представлении. А те люди, которые собираются быть специалистами в области IT, это уж точно должны знать. Так, что ж ты у меня сегодня вылетаешь? Точно должны знать, как выглядят. Цифры 16-ричные. Двоичном представлении. Просто надо знать наизусть. Ну, можно, конечно, не учить, как стихотворение по литературе, а просто в практике это постепенно выучить. Более что. Не сложно это сделать. Вот. Мы получили с вами двоичное представление этого числа. Мы понимаем, что это дополнительный код. Помним, что мы хотим сделать? Мы хотим получить десятичное представление этого числа. Поэтому что мы делаем? Мы вычитаем единичку. Заодно поупрошняемся. Вот. Вычитаем единичку. Получаем 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Получаем такое значение. Дальше. Это инвертированный код. Чтобы получить прямой двоичный код, мы должны его обратно инвертировать. То есть единички заменить ноликами. Аккуратно. Ничего не допустив. Получилось такое значение. И следующий шаг. Перевести это значение. Перевести это значение в десятичную систему счисления. Но я могу опять же в данной ситуации что сделать? Я могу воспользоваться калькулятором. А могу перевести... Я воспользуюсь калькулятором, потому что уже и время поджимает, и просто, если есть калькулятор, что бы им не воспользоваться. Вот. Давайте это сделаем. Что у нас будет? Я возьму... Скажу, что это двоичная система счисления. У нас получается единичка. 0, 0, 1, 1. Дальше. 0, 1, 0, 0. У нас получилось такое число. И в десятичном представлении это число 308. Но если я напишу 308, если я в ответе напишу 308, я буду не права. Потому что у нас число с вами отрицательное. Вот 308 это всего лишь переведенное вот это двоичное число в десятичную систему счисления. Какой же будет ответ на нашу задачу? А надо в ответе будет не забыть поставить знак минус. Вот тогда мы и получаем ответ нашего задания. То есть мы сразу определили, что наше число отрицательное. И вот теперь мы с вами пересчитали. Действительно число у нас отрицательное. Мы действовали по алгоритму, который переводит отрицательное число в знаковом представлении и использовались этим алгоритмом. Провели его в обратном порядке, то есть от последнего действия к первому. И, наконец, получили ответ. Вот мы по двоичному представлению восстановили то число, которое в десятичном представлении, например, будет видно на экране монитора, как результат работы какой-то программы. Ну и последнее задание, которое мы сегодня с вами сделаем, это задание вот какое. Загадки чисел, да, это называется. То есть найдите сумму чисел, представленных в однобайтовом представлении. Вот мы хотим найти сумму вот этих чисел в однобайтовом представлении. Давайте. Для того, чтобы мне удобнее было работать, я сейчас открою страничку города, чтобы было видно одновременно и задание. И мне можно было писать. Вот сейчас аккуратненько все это сделаем, тогда я не буду. Надеюсь, что у меня ничего не закроется. Вот. То есть мы хотим вот такую вещь проделать. Давайте сначала выберем первый случай. Компьютер работает только с положительными числами. Что у нас получается? У нас получается следующая вещь. Мы должны в курс от 34 прибавить 33. И в принципе, мы от компьютера что ждем? Предположим, программа вот считает это выражение. И мы ждем, что в качестве результата у нас выйдет значение вот такое. Теперь посмотрим, а что реально будет получаться. Первый случай. Что нам надо сделать? Нам надо число 267 перевести в двоичную систему счисления. Это у нас получается значение. Единица. Четыре ноля. Один, ноль, один, один. У нас получилось такое значение. Из этого байт это вот это. То есть мы потеряли старший бит. Это означает, что если я сейчас вот то, что у меня осталось, переведу обратно в десятичную систему счисления, то у меня будет число 11. То есть, представляете, мы ждали, что программа нам сосчитает вот это выражение и будет работать дальше с числом 267, а программа будет дальше работать на самом деле с числом 11. То есть неправильно. Не тот результат. Точнее, программа-то работает правильно по тем законам, которым работает процессор. Но программист не предусмотрел эту ситуацию. Дальше в его программе будет использоваться неверный результат, что может привести к очень большим проблемам. То есть мы увидели под набайтовым машинам представление целого числа у нас возникла ошибка. Теперь давайте машина у нас работает в однобайтовом представлении, но знаковом. То есть, опять же, мы ждем, что будет 267, а что будет реально. Для этого нам надо выполнить наше вычисление. И мы будем выполнять последовательно сейчас. 234. 234. Это вот такое у нас задание. Убедись. Так. 33. Это 32 плюс 1. А 32. Это 2 в пятой степени. Следовательно, это единичка. Здесь вот будет единичка. И здесь будут у нас с вами нули. Складываем. Сейчас занимаемся сложением двоичной арифметики. То есть, к нулю прибавляем 1, получается 1. К одному прибавляем 0, получаем 1. Это 0. Это 1. Это 0. Вот теперь у нас будут проходить варианты перехода через разряд. 1 плюс 1. Это 1, 0. 1 в уме. К одному прибавляем 1, получаем 1, 0. Да, 1. Это 1, 1. Теперь, к одному прибавляем 1, получаем 1, 0. И 1, это получается вот у нас вот такое значение. Опять же, вот здесь у нас закончился байт. Мало того, что мы потеряли один старший бит, но мы, честно говоря, получили какую-то очень хорошую ситуацию. Вот у нас это число процессор будет рассматривать как отрицательное значение, потому что в старшем разряде вот здесь вот у нас стоит единичка. Давайте посмотрим, а все-таки с каким числом собирается дальше процессор работать. То есть, раз это число отрицательное, давайте с ним поработаем. Процессор увидел вот эту единичку и начинает с этим числом работать как с отрицательным, то есть начинает вычитать из дополнительного кода единичку. потом инвертирует это значение и просто рассчитывает это значение в десятичной системе счисления. Вот давайте переведем это в шестнадцатеричное и шестнадцатеричное число переведем в десятичную систему счисления для того, чтобы не слишком много писать на калькуляторе. Итак, 3,5 ну и мы видим, что получается значение 53. Интересно. И 5,53 это шестнадцатеричное это и 5. А мы получили значение в десятичной системе счисления 53. Но поскольку процессор увидел здесь в старшем разряде единичку, то дальше он будет работать со значением минус 53. То есть, опять же, мы ждали, что вычисленное значение выражения будет 267 со знаком плюс, а процессор ничего не нарушит, будет дальше работать со значением минус 53. Ну и это, конечно, повлечет ошибку в дальнейших вычислениях, вычислениях, которые будут использоваться в этой программе. самое главное, что вы должны сегодня запомнить. Вот это не мелочь, это очень серьезная ситуация, когда происходит вот то, что мы сейчас с вами просто вычислили, это называется машинное переполнение, да, машинное переполнение целых чисел. Вот когда происходит машинное переполнение целых чисел, эта ошибка, она есть, но она никак, о ней никак не сообщается пользователю, и это очень тревожная ситуация. Что это означает для программиста? Для программиста означает, что когда он выбирает какой-то тип данных для своих переменных и понимает, каким образом он эти переменные собирается использовать, он должен предполагать, в каком диапазоне будет получаться значение. Если он видит, что диапазон будет такой, что превысит ту разрядную сетку, которая полагается этому типу данных, он должен просто перейти к другому типу данных. Благо в современных языках программирования широкий аспект типов данных, ассортимент типов данных, которые могут расположены быть в четырех ячейках и более того. Но об этом нужно точно знать. Ну и это определяет квалификацию человека, который программирует и выполняет какие-то расчетные задачи с применением языков программирования. Это очень важно. Это представляет. Так, ну и я специально взяла эту тему исключительно из тех соображений, что я понимаю, что эта тема не всегда рассматривается в школьном курсе даже на углубленном уровне. Хотя тема безумно важная. Вот я несколько раз сегодня произносила слова типа данных. Напоминаю, что такое тип данных. Тип данных это триединство. Триединство чего? Представление этого данного в памяти компьютера, круга операций, которые назначены были этого типа данных и диапазон значений, который будет определяться вот этим типом данных. Напоминаю, что мы с вами вообще на самом деле уже об этом говорили, когда говорили об электронных таблицах и базах данных. Вот там тоже это было важно. На языке программирования это тоже очень важно. Надеюсь, что материал понят и вы удачно решите те задания, которые вам предложены. Сейчас мы с вами их порешаем вместе. Не сейчас мы с вами порешаем вместе, а потом через паузу мы с вами их порешаем. И если вы сделали какие-то ошибки, то вы можете или чего-то недопоняли, вы можете это увидеть. Сейчас до свидания. до свидания. Продолжение следует...